здравствуйте в эфире программа городские встречи сегодня мы в гостях у священника павла конькова настоятеля храма в честь иконы божией матери всецарица города рязани здравствуйте здравствуйте приближается праздник пасхи и такой вопрос в честь какого события собственно он отмечается пасха это самое главное новозаветное событие связанное с воскресением христа вообще само слово пасха означает исход это еще ветхозаветный праздник который вся полнота ветхозаветного богопочитания так называемая ветхозаветная церковь конечно праздновала и христос вместе со своими учениками как часть той общины того народа тоже участвовал в этом торжестве но в новом завете сама пасха обретает несколько иной смысл и здесь мы говорим не об исходе евреев из египта в первую очередь конечно же воскресение христа пасха является осевым моментом нового завета и вокруг воскресения христова собственно говоря изиждется вся вся все христианство вся наша вера апостол павел сказал что если христос не воскрес то вера наша тщетно то есть пуста поэтому пасха является таким главным таким нате альфы и омегой всего христианства по сути своей христос и пришел на землю бог стал человеком для того чтобы восстановить человеческое достоинство до уровня сыновства божьего и через воскресение христа абсолютно ни в чем не виновного человека и бога человека которого предали распяли убили он имел возможность с нешествием своим в ад разрушить действие и власть ада над всем человечеством и вывести оттуда тех людей которые этого хотели вот такое событие мы празднуем перед пасхой идет самая долгая наверное служба за весь год что происходит на этой службе на которой начинается в ночь и идет наверное до самого рассвета что там происходит по разному бывает не могу сказать что это самая долгая служба долгих служб у нас хватает равно как коротких она это самое торжественное самое радостное событие которое происходит мы воспоминаем и крестным ходом вокруг храма и входом уже с торжественным пасхальным песнопениями мы как раз или куем и явственно проповедуем христа воскресшего это самое радостное событие сама радостная служба в и в этот день в этот день а и вообще весь пасхальный период который длится 40 дней мы торжествуем и ликуем и по сути нет места это не время для покаяния это не время для слез это не время для очень такой каких-то жестких ограничений мы все это проделали до пасхи теперь время ликования время радости обязательно и верующему человеку который особенно постился посещать эту службу да причем неважно постился или не простился человек святитель иан златоуст в своем огласительном лу ye пасхальном условии которая читается в храме пасхальную ночь на службу он там и пишет что придите все постящиеся не постящиеся готовящиеся не готовящиеся приди и войдите в радость нашего господа поэтому пасхальная служба, она для всех. Нельзя сказать, что она вот только для тех, кто постился. Знаете, проведение постного времени это не такой вот входной билет на службу или входной билет в радость. Радость она для всех. Господь любит всех абсолютно и призывает к себе абсолютно всех. В Пасху все также ждут схождения благодатного огня. Что это такое? Накануне Светлого Христова Воскресения, Великую Субботу, благодатный огонь сходит в Иерусалиме в месте погребения Христа. И этот благодатный огонь является краеугольным камнем для всех православных христиан, поскольку никому больше никакой другой христианской конфессии благодатный огонь не сходит. А по свидетельству многих и многих очевидцев, первые 10-15 минут после сошедствия этого огня он не опаляет. То есть он не имеет свойств огня. И люди, как мы видим это, и слышим из слов очевидцев, и видим уже в, собственно говоря, даже в наше время в прямом эфире, что люди умываются этим огнем, и он не опаляет ни волосы, ни одежду, ни кожу, не вредит никоим образом человеку. То есть это очень интересное и яркое свидетельство истинности православия в мире. Есть такая традиция, это дарить крашеные яйца у христиан как раз именно в Пасху. Обязательно ли яйца эти красить? Обязательно ли их освещать? Это добрая традиция, конечно, не обязательная, но знаете, она берется от желания большего праздника, больше радости. Мы, в принципе, так устроены, что какое-то событие мы стараемся обыграть. И для нас ритуалы этого события являются такими важными вещами. Конечно, не главными. К примеру, мы же дарим подарки на день рождения. Это же не обязательно, но очень красивый ритуал, правда? Или там устроим ему угощение в какой-то из праздников. Примерно тут то же самое. Традиция красить яйца, дарить яйца, меняться этими яичками вошла в историю и традицию церкви практически с конца первого века. Поэтому и говорим мы о том, что это добрая, но традиция. Обязательно? Нет, не обязательно. Желательно? Ну, это интересно, по крайней мере. И это та грань, которую при желании можно без нее обойтись. К сожалению, для многих людей становится в покраске яиц. Для многих людей в этом и становится сама суть Пасхи. Но это неправильно. То есть, когда мы второстепенно возводим в ранг главного, вот это уже беда. Ну, в любой сфере. С празднованием Пасхи то же самое. Поэтому Пасхальные яички — это такая традиция. Причем не только русская. Это же вселенского масштаба, вселенского православия. Традиции в этот день. Вот это крашеное яичко, оно объединяет в какой-то мере, становится символом воскресения Христова и объединяет всех христиан по всему миру. Если с яичком понятно, что это добрая традиция, которая действительно объединяет весь православный мир, то, мне кажется, кулич — это такая сугубо русская традиция. Но вот что такое кулич и почему он так важен в этот день? Кулич — еще есть такое блюдо, как пасха творожная. Это действительно русские традиции. Надо понять, что до последнего времени у нас не было такого разнообразия вкусного и сладкого на прилавках. И хозяйки долго-долго постились, и потом хотели бы порадовать всех своих домочадцев, поэтому делали красивые, вкусные куличи. И те пасхи, которые мы сейчас имеем, это на самом деле самые доступные сладости, которые вообще могли быть в обиходе нашего народа какие-то даже сто лет назад. То есть это давняя, хорошая русская традиция, которая объединяет многие-многие люди, поколения, между прочим. Понятно, что, повторюсь, сейчас при нашем изобильном времени для нас это какая-то архаикость слегка такая, да, становится непонятным, мол, зачем печь что-то, когда можно пойти купить. Да, можно, но при выхолощивании праздника и вообще любого действия, когда мы сводим события к исключительно какой-то функции, то вот красота и гармония, глубина этого теряется. Поэтому Пасха, куличи, туда же, это все тоже к яйцам, это необязательное явление, если человек не успевает это сделать, то вообще ничего не страшного не случится. Но в то же самое время это красиво. Это может стать элементом объединения многих людей, это может стать элементом радости для наших близких, для домочадцев, для друзей, для коллег. Это очень добрая, хорошая традиция, основа которой является радость и желание совместной радости в воскресшем Христе. Есть добрая традиция, которая пошла, наверное, еще с советских времен, это ездить во время пасхального воскресенья на кладбище. Очень много разных вариаций это слышал, то, что нужно, то, что не нужно, как все-таки, ну, правильно. Правильно не ездить. Почему? Потому что во время Пасхи мы ликуем и торжествуем слишком торжественно, не для кладбища. Дело не в том, что мы не любим наших близких, любим очень, но есть специальный день во время пасхальных торжеств, когда мы начинаем поминать у наших усопших, это Радоница в этом году, это 3 мая. И вот во время Радоницы это самый лучший удобный день, когда надо посещать кладбище. Почему в советское время все ходили на кладбище в пасхальный день? Не секрет, что были гонения на церковь, не секрет, что за упоминание Христа, Пасхи, за окрашивание даже яиц, могли человека и с работы уволить, и в более ранние времена даже и в тюрьму посадить. Поэтому, понимаете, а душа требует сакрального действия. Единственное сакральное, священное место, куда человек мог беспрепятственно попасть в такой светлый день, это кладбище. Вот отсюда появилась традиция. Но сейчас уже 30 лет, нас никто не гонит, за упоминание Христа, нас с работы не выгонят, за ношение крестов, нас никто не ругает. И поэтому мы можем вполне свободно посещать на Пасху храм, а кладбище на Радоницу. Часть таких старых традиций вы отнесли ко второстепенным. А что первостепенно в Пасху? Как, скажем так, правильно, наверное, ее отметить, ее встретить? Наверное, нужно отметить несколько первостепенных вещей. Поскольку мы трехсоставны, человек состоит из души, духа и тела, вот в трех моментах мы и должны бы вот это первостепенное значение Пасхи и отметить. Во-первых, это осознание и понимание, что Христов воскрес для меня, ради меня, чтобы я имел возможность войти в небесное царство. Он это сделал не для кого-то когда-то, а Пасха имеет непосредственно личное отношение. И она всегда актуальна, вечно актуальна. Второе, это богослужебный аспект. Мы все же отдаем Богу самое важное, что у нас есть, это время. Это единственный ресурс невосполнимый, который мы отдаем Богу. Ему от нас, по сути, ничего не надо. Он в Библии сказал, «Сыне, дашь мне свое сердце». И вот это сердце мы готовим и отдаем Богу как раз посредством аскезы. И вот у нас длинный пост был до Пасхи. И добрые дела мы делаем не для того, чтобы где-то в волонтерской книжечке себе галочку поставить, в такой духовной волонтерской книжке, а для того, чтобы наше сердце было восприимчиво к Богу. И богослужение, и причастие, и молитва, и принятие Бога в таком личностном аспекте, и в социальном тоже, вот это, наверное, первостепенно. А все остальное, куличи, разговление, посещение близких, это очень здорово. Но это уже такие радости второго порядка. Пост – это, как я правильно понимаю, воздержание тела ради духа, то есть, чтобы услышать сам дух. Но вот пост закончился, наступила Пасха. Как жить дальше? Жить хорошо, радостно. Вообще Господь нас призывает к радости и счастью. И вне зависимости от поста и непоста, к этой радости и счастью мы все призваны. Пост действительно такое многоуровневое дело, интересное и тоже радостное на самом деле. Человек, который никогда не постился, нас не поймет, скажет, зачем все это. Но стоит попробовать. Во-первых, это определенная проверка себя на прочность. Это понимание своего не только организма, но и строения души. Потому что во время поста мы слегка утончаемся. И восприятие наше становится более тонким и таким чувствительным. И к негативу, и к положительным вещам, и к благодати Божьей в том числе. Как жить после этого? После этого жить, приняв уроки, которые дает нам Господь во время поста, запомнив их, положительные приумножать, негативные, мы должны бы сделать для себя такую, знаете, корректировку пути. Если я за время поста обнаружил в себе ту или иную страсть, тот или иной грех, то в течение всего года и дальнейшей жизни надо постараться этот грех искоренить в себе. А как мы поймем, что он есть у нас, если мы не начнем поститься? Если мы несколько не встанем на путь преодоления себя в какой-то мере. Поэтому жить весело, жить радостно, с благодарностью Богу и с пониманием того, что мы должны бы развиваться. Потому что любая остановка в пути духовном, равно как и в развитии физическом или интеллектуальном, она равна деградации. Поэтому мы развиваемся, развиваемся всю жизнь и благодарим за это Бога. Отец Павел, спасибо большое, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова